В студии Ольга Соловьева, здравствуйте! И сегодня тема нашего эфира – безопасность на дорогах. Поводом для этого послужило ДТП, в котором погибло двое. И у нас в гостях начальник отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Городецкий Андрей Десятников. Андрей Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Андрей Михайлович, как случилась такая трагедия, в которой пострадали многие и в аварии даже участвовала карета скорой помощи? Да, к сожалению, произошло очень печальное событие. На теле ГЭС, на Платине, произошло дороже транспортное происшествие, в котором пострадало 4 человека, получили тяжкие телесные повреждения, а также погибло 2 человека. Ну, данное событие понятно, что произошло, ну, во-первых, из-за превышения скорости одним из автомобилей, автомобиль, который двигался со стороны города Заволжья, не справился с управлением, совершил наезд, удар в заднюю часть автомобиля Ниссан Кашкай. И от удара Ниссан Кашкай выбросил на встречную полосу движения, где происходило движение автомобиля «Газель» скорой помощи. В результате мощного удара, очень сильного удара, автомобиль Кашкай разорвало, соответственно, он вылетел на, скажем, кромку воды, где остановился. В результате женщина, которая находилась в машине, погибла мгновенно, а мужчина, который управлял транспортным средством Ниссан Кашкай, получил телесные повреждения. И в процессе транспортировки его в лечебное учреждение он по дороге скончался. Ну, прежде всего, превышение скорости, как я уже сказал, на автомобиле «Фальсраген Пассад». Какая была скорость? Зафиксированная скорость была 140 метров в час. Это то, что зафиксировано было самим спидометром данного автомобиля. Потому что у современных автомобилей есть такое, скажем, понятие, у него замораживается скорость при резком, скажем так, каком-то процессе. И скорость остановилась на данной отметке 140 метров в час. Кроме этого, гражданин был с видимыми признаками, скажем так, опьянения. Водитель вот этого несшегося автомобиля был в алкогольном опьянении. Да, поэтому мы попытались его свидетельствовать, но он отказался от освидетельствования. Потом, правда, была взята кровь в лечебном учреждении. Вот поэтому потенциальная оценка будет дана чуть позже. Поэтому сейчас я не могу здесь, скажем так, со стопроцентной уверенностью осуждать и обсуждать данную тематику. Но, скажем так, подозрения определенно есть, что человек находился в состоянии алкогольного или другого опьянения. Поэтому, без сомнения, эта трагедия, учитывая тот факт, что у нас обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения в Городецком и Чикаловском районах является на сегодняшний день довольно-таки стабильной. Значит, у нас наблюдается большое снижение по погибшим в сравнении с прошлым годом. В прошлом году у нас было 9 погибших, в этом году было 3 погибших. С учетом данных двух погибших, это 5 погибших. По ранним тоже значительно снижение, по общему количеству тоже снижение. Но, скажем так, летний период, летний сезон, огромное количество отдыхающих, огромное количество гостей нашего края. Поэтому, к сожалению, мы констатируем тот факт, что каждое лето страшные трагедии, к сожалению, имеют место быть. Скажите, вот трагедия на дорогах вообще происходит, по какой причине чаще всего? Вы знаете, по анализу, которую мы проводим регулярно, основной критерий – это превышение скорости, скоростной режим. Также в первых строчках рейдинга, антирейдинга, скажем так, это выезд на полустречного движения, ну и, соответственно, нарушение правил дорожного движения пешеходами, проезд пешеходных переходов. Ну и, соответственно, сейчас у нас последние тренды – это скутера, велосипеды, мотоциклы. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, то, что убрали посты на Белые речки и в районе Заволжья на въезде на Плотину, это как-то повлияло на ухудшение ситуации? Вы знаете, без сомнения, когда становится меньше тех или иных надзорных функций, ведомств, скажем так, да, в том числе постов, без сомнения, это является отрицательным трендом, отрицательной, скажем, составляющей любого, скажем, надзорного, скажем так, ведомства и так далее. Понятно, что мы сейчас идем, наверное, по другому пути. Сейчас становится очень большое количество цифровых технологий, камер, безопасный город в Горовейском районе очень сильно развивается. Сейчас эта тенденция идет очень активно и в Чикаловском районе. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, прекрасно, что у нас появляется большое количество камер, которые фиксируют те или иные нарушения. Но, скажем так, что такое камера? Камера – это безучастный, скажем так, очевидец того, что происходит на дороге. И он, к сожалению, мы не можем мгновенно реагировать на те или иные процессы. Понятно, что сейчас техники не стоят на месте. У нас сейчас активно развивается онлайн, скажем так, отслеживание тех или иных параметров. Если камера центра автоматической фиксации у нас завязана на планшет или на компьютер, мы можем в системе реального времени отследить передвижение того или иного транспортного средства. И можем очень быстро реагировать на тот или иной, скажем так, процесс. Но, к сожалению, понятно, что, может быть, это неправильно, что мы говорим. Личного состава не хватает, транспортных средств становится больше, а сотрудников больше не становится, к сожалению, только меньше. Поэтому мы стараемся отслеживать именно в системе «Поток», «Энтерпрайз». Сейчас очень много систем, которые у нас работают, активно развиваются. Плюс к этому сейчас, как я уже говорил на оперативном совещании в администрации, что у нас появилось в управлении ГИБДД телефон доверия 112, на который может позвонить любой желающий очевидец того или иного неадекватного вождения транспортным средством. И, соответственно, оперативно мы отреагируем и будем, скажем так, принимать меры по предотвращению продолжения противоправных действий автолюбителям. Как я уже говорил, 8 случаев у нас имело место быть с участием 112. Мы задержали пьяных. Система работает. И я считаю, что, и я уверен, что на территории Городецкого и Чикаловского районов, скажем так, очень большое количество сознательных жителей, которые радеют за безопасность дорожного движения в данном управлении. А скажите, что говорит статистика, пьяных водителей стало больше с годами или меньше вообще? Вы знаете, у нас сейчас идет политика государства в том, чтобы ужесточать наказание за тот или иной вид грубых нарушений, к которым относятся, скажем так, пьяные водители управления в состоянии алкогольного пенения. У нас на сегодняшний день, на полгода, задержано 217 водителей в состоянии алкогольного пенения. Выявлено 26 водителей, повторно управляющих транспортным средством, по которым возбуждены 264-е статьи прямовые. И, соответственно, эти люди привлечены к уголовной ответственности. Как наказывает закон таких водителей? Закон довольно-таки суров, но сейчас идет активная работа в плане ужесточения наказания. Потому что, к сожалению, как мы с вами видим, продолжает иметь место страшные трагедии, страшные последствия. У нас от полутора до двух лет идет лишение права управления, 30 тысяч рублей штрафа. Это за? За управление на трезвом состоянии. При повторном направлении на трезвом состоянии, соответственно, может быть предприняты меры вплоть до реального тюремного заключения. Что, в принципе, сейчас уже и происходит. Последние события показывают, что реально нужно ужесточать меры наказания водителей. Там идут штрафные станции. Сейчас штрафные станции, вот сейчас последние пришли, скажем, разъяснения. Там у нас уже до 500 тысяч штрафа. Плюс конфискация имущества транспортного средства. Уже в ближайшее время уже будет. Поэтому, скажу честно, я бы вообще, пользуясь вот этим замечательным случаем, находясь здесь в вашей студии, еще раз напомнить всем, без исключения, что управление транспортом, да и не только управление транспортом, нахождение в состоянии алкогольного пенения на проезжей части, это, я считаю, что это преступление. Еще раз хочется всем напомнить, что нужно вести праведный образ жизни и соблюдать правила дорожного движения, которые написаны кровью. По-другому это никак не звучит. Спасибо вам, Андрей Михайлович, и без аварийных дорог. И я напомню, гостем нашей студии был начальник отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Городецкий Андрей Десятников. ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Городецкий Андрей Десятников.